Беспереводность, спасибо. Чтобы можно было реально рекомендовать и самим посмотреть. Пятое место. Какой фильм? «Молчание». Четвёртое? «По соображениям совести». «Камагридеши» или «Куавадис». «Бенгур». «Принц Египта». Да. Запишите, чтобы не забыть. Знаете, раз тема коснулась евангелизации, и меня тоже Бог очень сильно обличил. Знаете, вообще вот по закону сколько раз, знаете, сколько раз нужно человеку сказать информацию, чтобы он её принял? Шесть раз. Кто из нас шесть раз говорил одному и тому же человеку о Боге? Ну, одному, да? Ну да, родственникам там мы, конечно, родственникам мы всю жизнь. Пока их не проводим на небеса, мы не останавливаемся. Но я имею в виду вообще окружающим, да, шесть раз. Я сейчас проведу такую статистику. Знаете, в основном... Амечка, она меня ещё не видела. Знаете, в основном, почему мы перестаём людям говорить об Иисусе? Знаете, почему? Страх отказа. Вот, не знаю, я когда пережила встречу с Иисусом, получила рождение свыше, я всем говорила, я сажусь в такси, я говорю, вы знаете, а вы знаете, Бог есть. И, ну, меня несколько раз так хорошенько послали, и всё. И потом в следующий раз я думаю, говорить, не говорить, говорить, не говорить, да? И появился страх. Я вам сейчас расскажу одну статистику. Это реальная статистика. Это, ну, может быть, вы знаете, Алан Пис, да? У него есть книга «Ответы». И он... Нет. Ну, это книга «Ответы» называется. И он там приводит такую статистику. Он сам это делал. Будучи 16-летним или 11-летним мальчиком после школы, он шёл продавать и стучался в дома. И у него была такая статистика, что я не помню, что он там продавал, мелочь какую-то. Он стучался в 10 дверей. Из этих 10 дверей 7 открывались. То есть из 10 дверей в 7 дверей он предлагал. Из них 4 его слушали. И 2 покупали у него. Ещё раз говорю статистику. 10, 7, 4, 2. В итоге он получал, ну, скажем там, ну, давайте в левах разберём. Он, допустим, получал в итоге 10 лева. И... Ну, пусть больше, давайте возьмём там, ну, 20 лева. И смотрите, он себе сказал, когда мне не открывают, или когда открывают, но меня не слушают, или когда меня слушают, но не покупают, я не принимаю это как провал. Знаете почему? Потому что есть статистика из 10, 2. Ну, это вообще по закону уже вычислено, есть в процентном соотношении такая статистика. Значит, в каждую дверь, в которую он стучит, он получает, ну, 20 разделить на 10, по 2 лева. То есть я стучусь, значит, я получу в конце дня 2 лева. Понимаете, да? И когда мы стучимся в сердца людей, знаете что? Мы не получаем на самом деле отказ. Это семя, которое сеется в его сердце. Хорошо? Смотрите, ещё раз, когда мы говорим человеку об Иисусе, почва ещё может быть не подготовлена, но мы говорим ему семя какое-то. Мы первое прикосновение с ним. Мы ему говорим второй раз, второе, третье. До какого раза мы обычно доходим? Ну, редко мы доходим до шестого раза, да? А теперь смотрите, если мы говорим человеку об Иисусе, и он говорит, да, вы сектанты, да? Ну, мы говорим, ну, вот посмотри фильм, да? Или приходи на чай. Или вот у нас ссылка есть на Олега Григорьевича, да? По четвергам он проводит онлайн-встречи. Или приходи в церковь. Смотрите, он может один раз отказать, но в небесном... На небесах мы уже заработали. Дзынь, там что-то, да? Два лева. Ну, я думаю, не два, у Бога, думаю, хорошая валюта. Второй раз человеку сказали. Ну, мы можем сказать, приходи в церковь, да? Если вы не знаете, как человеку донести о Боге, можно сказать, приходи в церковь. Я скидываю очень часто женщинам Джойс Майер послушать. Она очень доходчиво говорит, да, об эмоциональной сфере женщинам. Знаете, я просто призываю не бояться. Вот я когда-то получила хорошее отшивание, да, за то, что я говорила людям о Боге. И у меня появился страх, что я сейчас скажу, а мне откажут. Каждый раз, когда я говорю, это какой-то процент того, что человек примет Иисуса Христа. Я не смотрю это как провал. Я смотрю это как победу. Потому что я сказала, я получу награду, я посеяла в человека семя. Знаете, да, притчу о том, что сначала нужно, как семя нужно посеять, нужно сначала от булыжников освободить землю, если она необработанная, да, потом нужно трактором пропахать, потом нужно навозом удобрить удобрение, потом нужно еще там лопаткой подкопать, граблями и только потом сажать. А мы, знаете, на необработанную почву, там еще булыжники, мы ему посеяли, он сказал, да иди ты. И мы такие раз и закрылись. Поэтому я вас хочу вдохновить, в первую очередь себя вдохновить. Может быть, знаете, я вот думаю, слишком мы, наверное, осторожные стали. Подходящий момент, говорите, неподходящий. Знаете, вот если мы посмотрим на Израиль, и все, что творится вокруг Израиля, вы понимаете, что это последнее время, да? Времена последние. И нам уже не стоит думать, подходящее время или неподходящее. Нам нужно говорить, спасение тебе пора принимать, спасаться тебе пора, человек, Богу к тебе пора. Я в подтверждение приведу, меня попросили в Алании провести встречу для женщин. И я дала одну тему. И, знаете, одна сестра сказала, ну, когда проходили трудные моменты, она говорит, знаете что, когда у меня была такая ситуация, что вообще вот хоть, ну, хоть в петлю, да, лезь, она говорит, я лежала, и первый раз я призвала Бога. А знаете, почему я призвала Бога? Потому что у меня сосед был, анестезиолог ненормальный. И когда я его просила принести мне воду, ну, она одна жила, тяжелую бутылку, он приносил воду и говорит, тебе к Богу надо. Ты знаешь, я анестезиологом работаю уже много, там, 20-30 лет, я не помню, и у меня ни одной смерти. Знаешь почему? Потому что я перед каждой операцией молюсь. И она говорит, он меня вообще заколебал, он каждый раз приходит, и мне одно и то же говорит. Я уже думаю, просить у него воду носить или не просить. И вот когда мне было плохо, я лежала, и я сказала, Бог, помоги. И Бог мне сказал, вставай и иди. И я точно знала, куда идти. Я точно знала, что идти мне нужно было в церковь. И я думаю, что человек сказал ей больше шести раз одно и то же. Поэтому, дорогие, давайте не будем стесняться. Давайте мы будем все-таки делать то, что нас Бог призвал. Он сказал в Матфея. Мы знаем, что он сказал. Итак, идите. Идите – это не значит, что лежите. И научите. Научите в дословном переводе и делайте себе учеников. Нужно рассказать об Иисусе Христе, пригласить на фильм. Вчера тоже мы были в духовном семинаре. У них суббота. И они вечером все вместе фильмы христианские смотрят. Там типа попкорны что-то там жуют. Свет приглушили. Смотрят так по-домашнему. Поэтому накройте стол хороший. Приготовьте что-нибудь вкусненькое. Пригласите там родственников своих или еще кого-то. Знаете, я вот тоже хочу засвидетельствовать. У меня брат был. Я, как уверовала, ему говорила об Иисусе Христе. Он ни в какую не слушал. И последний месяц он был здесь, перед тем, как уйти. Я верю к Богу. Он был здесь. Знаете, что мы делали? Мы почти каждый вечер собирались у нас дома. Мы готовили вкуснятинку. Мы посмотрели вместе фильмы. И Бог его просто преобразил. Понимаете? От нас многое зависит. Давайте не будем пренебрегать тем, что Бог каждому из нас дал. Аминь. Аминь. Я не спросила, может быть, свидетельство есть? Следующий. А? Конечно. Да, спасибо большое.